Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у волнистых попугаев. Вот они все расселись уже. Вот кто смотрел ранее видео, вот здесь стояли домики с неразвучниками. Тут летали синие масковые неразвучники. Вот, видите, да? И вот в том домике, когда я делал видеообзор, обнаружил птенца. Так вот, сегодня тут наводил порядки и залез туда, обратил внимание, что птенец помер. Сейчас я вам продемонстрирую все это дело. А я вот думаю, то ли потому он помер, потому что я тогда залез, напугал их, но они не отказались, ничего, они все там живут. То есть они гнездо не бросили. Сейчас вот я плачем прикрою. Сейчас посмотрим, вы увидите, что тут произошло. Вот они, видите, родители сидят. Один, сейчас-то увидим. Вот второй. То есть они тут живут, но птенца почему-то они заклювали своего. Вот, обратите внимание, вот такой вот домик, и вот там норка получается. Как вам показать, что было видно. И вот он птенчик. То, что от него осталось. Сейчас покажу. Я так его рассматривал, вроде как они проклевали ему голову. Чем это объяснить, я такое не знаю. Если кто знает, пишите, советуйте. Вот видите, голова, вот она голова. Вот голова разгрызана, и он уже высох. Так что вот такие дела. Это я к тому хочу сказать, что, ребят, по возможности, не беспокойтесь мне разручников. Видите, как происходит. То ли я побеспокоил, то ли судьба такая у него. Вот видите, какой был домик. Там вот норочка. Такие вот неразручники так строят дома. Теперь это, в принципе, все можно выкинуть. Обратите внимание, какой толстый слой. Гляньте. Вот это нас таскали. Ну. Почти на полстворечника. Вот если поставить эту кучу, и клавишник положить боком, да? Вот. Вот такой вот домик был. Все. Теперь это я все дело почищу. Принесу новую ивушку. Кстати, это ива была. Сейчас я вам покажу. Видите, как они ее в труху перечипали. В труху. Так неразручники строят дома свои. Тут вот немножко вишни, вишневые палки были. Вот вишневую в труху не перетерли. Видите? А вот именно ивушку перетерли в мелкую-мелкую щепку. Такие вот дела. У нас с неразручниками. А я просто заметил, кормушки у них почти корм не едят. Думаю, что такое, почему мало едят? А оказывается, кормить некого. Вон они сидят. Злые дни. Вот кто виноват? Они или я? То, что, может, испугал я тогда, когда лазил. Теперь я планирую сделать маленькую клетку, примерно метр на 50, на 50. И посадить одну пару. Попробую неразручников разводить парно. Вот именно это самец-самка. Посмотрим. Еще дам им шанс. Может, они исправятся. Вот, посмотрите. Ага. Шустрые какие. Честно сказать, жалко, конечно, пенчика. Жнал бы, что они его бросят. Забрал бы его в инкубаторе, выкормил бы, наверное, сам. Ну, кто знал. Ну, в общем, такие вот дела. Так, в плане волнистых, сегодня у нас какой? Третий день, как они тут у меня с домиками, с клавишниками сидят. Так, сейчас поближе сделаю. Вот. На мой взгляд, они какие-то жирноватые все. Я их сегодня утром покормил. Они вот все съели. Сейчас я вам покажу. Кормушка пустая абсолютно. Видите? Звездной следы на вода стоит и веточки. Просто я тебе отдал веточки, сейчас вот. Сегодня, допустим, они кушают это и называется лыча. Кто знает, лыча или алыча, как правильно назвать, я точно не знаю, но у нас называется она лыча, алыча. Она желтая, красная. В общем, вот так обустраивается. Вот видите все. Не забывайте давать своим попугаем ветки. Это полезная ида по природе. Я думаю, надо им дать еще один шанс, а там посмотрим. может они не виноваты. Жалко просто продавать таких красивых. Надо добиться от них успеха. В общем, буду их контролировать. Если что, тогда видео выложу о их дальнейшей судьбе. Ну и все, друзья мои, всем до скорой встречи. Благодарю за просмотр. Пишите в комментариях, у кого какие мнения, почему так произошло с птенчиком. То ли это из-за того, что я полез и испугал, то ли это из-за того, что тут же стая была у них. Может они теперь вдвоем остались, подумали что-то не то. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok